Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Андрей и вы на канале Карива. Жизнь на Кипре. Как вы знаете, для того, чтобы прилететь на Северный Кипр, вы должны выполнить несколько условий. Сейчас на Северном Кипре действует домашний карантин. Это означает, что до прилета на Северный Кипр вы должны совершить оплату карантина, скачать несколько приложений и ввести свои данные. В этом видео я собрал все данные, которые известны на сентябрь 2021 года, для того, чтобы помочь вам пройти этот нелегкий КВР. Итак, первое, что вам нужно узнать, это какие правила действуют на Северном Кипре на момент вашего вылета из страны. А чтобы это узнать, есть несколько способов. Первый способ – это залезть на сайт Министерства здравоохранения Северного Кипра и посмотреть, какие правила действуют в данный момент. И второй способ для русскоговорящих из Украины, Белоруссии, Казахстана – есть очень неплохой сайт TRSK.info. Там каждую субботу и воскресенье обновляют список стран по категориям и правила прилета. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Можете зайти, посмотреть и узнать, к какой категории относится ваша страна и какие в данный момент действуют правила прилета. Сейчас я хочу рассказать вам немножко поподробнее про цветовые категории, на которые делятся все страны. Первая категория – это темно-красная. То есть люди, которые побывали в этих странах за последние 14 дней, запрещены въехать в страну. Въехать в страну из этих стран могут только граждане Северного Кипра. Вторая категория – это красная зона. Для нее действуют такие правила. Для привитых или выздоровевших требуется отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа перед поездкой и 7 дней карантина. Невакцинированные – отрицательный результат ПЦР за последние 72 часа перед поездкой и 10 дней карантина. В оранжевой зоне для привитых или выздоровевших требуется отрицательный тест ПЦР за последние 72 часа и для них въезд без карантина. Для невакцинированных, опять же, ПЦР-тест за последние 72 часа и 5 дней карантина. На данный момент в оранжевой зоне находятся и Россия, и Беларусь. Зеленая категория. Для привитых нет ограничений. Невакцинированным отрицательным ПЦР-тест за последние 72 часа и въезд без карантина. И последняя зона – это серая. Независимо от того, вакцинированной или нет, условия въезда в страну будут с отрицательным результатом ПЦР, взятым в последние 72 часа перед поездкой, с карантином продолжительностью 14 дней. Итак, самое первое, что нам надо сделать – это скачать приложение GwendeCal на телефон. Его можно скачать либо в App Store, либо в Play Market. Вводите в поиски GwendeCal и скачивайте приложение. После того, как приложение скачалось, мы его открываем и видим, что приложение просит доступ к функциям. Функции Bluetooth, функции съемки, функции GPS, местоположение. Все это необходимо для его корректной работы. Ставим везде галочки. Все разрешаем. И после этого приложение дает нам прочитать условия использования, соглашаемся. Далее мы попадаем в меню выбора телефона. Тут вводим свой номер телефона с кодом страны. Код страны выбираем из списка, который будет выпадать. Вводим любой номер. В последнее время смс-ки приходят в принципе на все номера и белорусские и российские. То есть проверено приходили на МТС в Беларуси, на Волком в Беларуси, на Мегафон в России, на МТС в России. На все эти телефоны смс-ки приходили. Выбрали страну, ввели номер телефона и нажали Send Verification Code. После этого нам на телефон должно прийти сообщение вот такого плана. То есть будет всего два сообщения. Первое будет сам код. Второе будет ссылка на оплату. Сейчас вам нужен именно код. И в окне приложения, где надо ввести, вводим эти цифры. После этого приложение нас перекидывает на страницу GQ Code. GQ Code это тот код, который вам придет после того, как вы оплатите карантин. А чтобы его оплатить, мы должны перейти как раз по ссылке, которая пришла к нам в смс. Мы копируем ссылку, заходим через любой браузер и попадаем на сайт Министерства здравоохранения, на страницу карантина. На этой странице есть много информации, то есть правила въезда, кто должен сидеть на карантине, с какого возраста и очень много вопросов. Также там написано, за что берется какая сумма. То есть видно, что 200 лир берется за обслуживание браслетов, 200 лир также за ПЦР-тесты и 350 лир это депозит, который вам должны вернуть после того, как закончится ваш карантин. Опускаемся ниже, мы видим, нам надо ввести данные карты и номер телефона. Все это вводим и после этого мы переходим на страницу с основными данными. Там нет ничего сложного, там мы вводим имя, фамилию, номер телефона и в принципе все. После того, как мы ввели наши данные, все прошло, у нас высвечивается сообщение в программе, что мы зарегистрированы. К нам приходит вот такой QR-код. Этот QR-код очень важный. Я советую его сохранить либо как скриншот, либо просто сфотографируй, потому что вас его будут требовать и при посадке в Москве, и при посадке в Стамбуле на Абжан. Дальше нам надо зарегистрироваться в системе Адапас. Вводим в любом поисковике Адапас и нас сразу перенаправляют на страницу, опять же, Министерства здравоохранения, на сайт, на отдел, посвященный именно Адапасу. Сверху вы увидите три квадратика. Слева код Адапас нам не нужен, это для внутреннего пользования на Северном Кипре. Нам нужен конкретно там, где написано «Пассажир летающих для ТРСК». Пассажир ТРСК посередине в черном квадрате. Мы туда заходим, и у нас появляется вот такое окно. Сейчас нам надо заполнить свои данные. Сначала выбираем национальность. Мы выбираем свою, Беларусь. После этого заполняем поля имя, фамилия. Вводим дату рождения. Следующий пункт – это страна прибытия. Внимательно заполняйте этот пункт, потому как от выбора страны прибытия зависит количество дней карантина. Если вы неправильно заполните, потом будет очень проблематично доказать, что вы просто ошиблись. Так что сразу на этапе заполнения смотрите очень внимательно, не путайте страны. После этого заполняем сайт электронной почты, номер телефона. Опять же, можно вводить российский, либо белорусский. Следующий пункт – выбираем пол, мужчина, женщина. И заполняем пункт паспорт. Вводим свои паспортные данные. Паспортные данные – это номер и серия. После вводим дату прибытия и жмем «Далее». Дальше мы выбираем адрес для пребывания в ТРСК. Вы должны уже знать то место, где вы будете проходить карантин. И вводим опять же адрес. Вводим провинцию, где мы находимся. Также город. Номер телефона опять же дублируем. Я вводил свой. И потом вводим более точный адрес. После этого нажимаем «Добавить адрес». И переходим далее. На следующей странице нас попросят ввести страны, которые мы посещали последние 10 дней. Тут я советую вам писать страну, ту, которую вы будете вылетать. Потому что если вы введете страны, которые находятся в красном списке, например, или в сером, то тогда вы либо не сможете въехать на Северный Кипр, либо будете находиться 14 дней на карантине. Так что не советую там что-то лишнее писать. Пишем страну, из которой мы вылетаем. Россия. И добавить страну. И переходим далее. После этого программа просит нас загрузить либо ПЦР-тест, либо форму вакцинации. Мы загружаем ПЦР-тест обязательно. Чтобы загрузить ПЦР-тест, нам надо сфотографировать QR-код и форму вакцинации. Мы фотографируем ее целиком. И после этого переходим к следующему пункту. Дальше мы пишем, что мы не робот. Вводим капчу. И после этого, в принципе, все готово. РСК отправлено успешно. Желательно сохранить файл в PDF на телефоне, чтобы потом можно было показать. Либо распечатать на бумажном носителе. Тут не принципиально. Они на границе принимают и так, и так. Вот такая у нас получается заполненная форма. Либо ее сохраняем. Либо она сохранена на телефоне, либо на бумажном носителе. Теперь поговорим про документы, которые нам понадобятся при регистрации на ЛЕС. В первую очередь нам понадобятся паспорта. Потом обязательно ПЦР-тест, который сделан не позднее, чем за 72 часа до прилета. И плюс нам потребуется QR-код, который мы получили, когда зарегистрировались в программе Гювенде Кал. Вот поэтому я и говорил, что его желательно сохранить как скриншот. Его можно будет просто показать. Это что касается аэропорта Внуково. Далее. В Стамбуле. Когда мы прилетаем, при посадке на рейс на Эджан, у нас опять же будут проверять документы. То есть, когда мы уже идем на посадку, там находятся две или три девушки, которые проверяют у всех вылетающие документы. Во первую очередь, они смотрят ПЦР-тест, опять же. Во вторую, обязательно смотрят оплату карантина. Если нет оплаты, если вы вакцинированы, тогда обязательно сертификат о вакцинации. И плюс смотрят уже сейчас АДАПАС. Раньше АДАПАС могла заменить анкеты, которые раздавали в самолете. То с 27 сентября только АДАПАС. По прилету в аэропорт Эржана, когда мы заходим в здание аэропорта, нас сразу встречает очередь, которая идет такой небольшой змейкой. Это очередь на проверку документов. Вот вы можете видеть, там находятся три стола. Все документы, которые вы делали, тот же АДАПАС, тот же Дювен Декал, вы показываете на этих столиках. И там они вам взамен этих документов выдают бумажку, которую вы должны показать уже на паспортном контроле. После прохождения паспортного контроля вам опять же выдают бумажку. И говорят, что если вы подходите под параметры людей, которым не надо сидеть на карантине, вы можете спокойно выйти из аэропорта. Вы эту бумажку даете полиции, которая стоит на выходе, и спокойно выходите. Если вам надо сидеть на карантине, вы после получения багажа проходите в дальний правый угол аэропорта, там, где находятся стойки Дювен Декал. Подходите туда, там показываете свое приложение, там вам вешают браслет и помогают его настроить. Смотрите, какой нюанс. Чтобы приложение работало, у вас в телефоне должен работать интернет. Поэтому есть два варианта. Либо купите сим-карту Turkcell на стойке, которая находится возле выхода из аэропорта, сим-карта стоит что-то порядка вроде 90 лир. Там в районе 10-12 гигабайт интернета и плюс голосовой трафик. Либо, как делали мы, мы подключали пакет интернета на день на сим-карте Beeline. И, в принципе, у нас интернет был, мы сим-карту не покупали, нам хватило доехать до дома. После того, как вам включат и настроят браслет, вам покажется время, там, 2,5 или 3 часа, которое вам дается, чтобы доехать до дома. Вы должны успеть уложиться в это время, приехать на место прохождения карантина и, когда приедете, активировать на месте браслет. Во время прохождения карантина вам запрещено покидать квартиру или дом, но, по рассказам, браслеты, в принципе, действуют на расстоянии где-то около 10-15 метров. То есть, можете смотреть, люди выходили из дома, плавали в бассейне, выносили мусор и браслеты, в принципе, работали. После истечения срока карантина вам вечером приходит смс о том, что вам надо в течение определенного времени съездить и сдать тесты. Тесты можно сдать либо в госпольницу бесплатно, либо в частных секторах стоимость этого теста около 100 лир. В течение двух часов вы должны успеть съездить и вернуться домой. После того, как вам пришла смс о том, что результат теста готов, вы можете ехать спокойно в ближайший офис Труксела и снимать браслеты. Если с браслетом все нормально, 350 лир депозита, которые вы платили, когда регистрировались в приложении, и вам должны вернуть на карту в течение нескольких дней. Ну вот, ребята, в принципе, все. Надеюсь, эта информация была вам полезной. Если вам все понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, если есть какие-то дополнения. Я думаю, всем будет интересно. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok